И так свершилось. Ночью с 30 на 31 марта 2020 года парламент Украины проголосовал закон, открывающий рынок земли. Один из двух законодательных актов, гарантирующих Украине выдачу кредитов от МВФ в размере более 10 миллиардов долларов. Для меня было понятно, что правительство в нынешнем составе, а главное, президент Зеленский, не пойдут на долгие переговоры с МВФ, пытаясь убедить этот мировой финансовый институт в долговременной отстрочке по платежам и снижению до минимума процента по кредиту. Переговорщиков такого уровня, как это было в 1998 году, в стране просто нет. Точнее так, они не присутствуют во властных структурах. Лукавили во время этого исторического заседания парламента все. И президент Украины, и оппозиция. Президент напирал на то, что без денег от МВФ экономика страны умрет, а оппозиция в лице Петра Алексеевича Порошенко гордилась тем, что не дала на продажу 11 миллионов гектаров земельных угодий, принадлежавших государству и муниципалитетам. Ну, насчет лукавства Владимира Александровича я уже сказал выше, а слова Порошенко разбиваются при внимательном чтении принятого документа. Смотрите сами. Согласно закону, первые два года землю будут продавать только гражданам Украины и не более 100 гектаров в одни руки. После этого покупать гектары разрешат украинским юридическим лицам и не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Продажа земли иностранцам возможна только после проведения референдума. А вот насчет запрета продажи государственных и муниципальных наделов земли тут полной ясности нет. Вполне возможно, что разрешат выставлять на продажу года через два. А могут продолжить нынешнюю практику, сдавать долгосрочную аренду с пониженными ставками, обогащая карманы чиновников. Лукавство и в том, что после двух лет действия закона до 10 тысяч гектаров разрешат скупать землю украинским юридическим лицам, но только в одни руки. Интересно, а сколько аффилированных компаний с этими одними руками появится на свет Божий через два года? По сути, для принятия этого закона не была выполнена подготовительная работа. И главное в этой работе создание земельных банков, могущих принимать землю под залог для выдачи кредитов, причем за минимальные проценты. Убежен, что в скором времени мы все станем свидетелями спекуляций вокруг земли, а значит и разорения мелких фермерских хозяйств. Ну, что сделано, то сделано. В политическом плане мы получили по сути формат новой коалиции. Слуги народа, европейская солидарность, голос, финансовым новый кредит от Международного валютного фонда, выплаты по которому передадим следующему поколению украинцев. В экономическом очередные сказки.